ДДУ договор долевого участия должен включать в себя пункты об обязанностях исполнителя застройщика и покупателя новостройки, а также о точных сроках, в течение которых обязательство должно быть исполнено. Если указанные сроки нарушаются, для застройщика наступает ответственность, он должен будет выплатить неустойку. В данной статье мы расскажем, как взыскать неустойку по ДДУ с застройщика во внесудебном и судебном порядке. Как взыскать неустойку по ДДУ с застройщика за просрочку во внесудебном порядке. Прежде чем подавать исковое заявление в суд, необходимо попытаться решить вопрос во внесудебном порядке. В противном случае суд может не принять заявление, поскольку истец не предпринимал попытки разобраться с застройщиком самостоятельно. Как определить размер неустойки по ДДУ? Для этого понадобится с точностью определить размер неустойки за просрочку по договору долевого участия, основываясь на указаниях Федерального закона от 30 декабря 2004 года номер 214 ФЗ. В первую очередь определяется. Дата, с которой будет рассчитываться сумма просрочки. Если в договоре сказано, что квартиры должны быть переданы приобретателям, например, 5 апреля 2020 года, то отчет неустойки нужно начинать 6 апреля 2020 года. Принимаются во внимание все дни, вплоть до даты подписания акта приема передачи квартир, включая случаи, когда до этого момента застройщик уже получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Когда количество дней неустойки рассчитано, нужно число дней умножить на 1,150 часть ставки рефинансирования Центрального банка РФ, а затем умножить результат на стоимость квартиры. Важно! Касательно первого пункта, если у приобретателя имеется договор цессии, переуступки прав требования, а не договор долевого участия, данные следует брать все равно СДДУ. Если в нем сказано, например, что квартиры будут переданы в течение максимум 12 месяцев с момента окончания постройки, значит и отчет просрочки должен вестись с этой даты, а не с даты из договора цессии. Процедура взыскания неустойки с застройщика во внесудебном порядке теперь, когда размер требуемой неустойки известен, можно приступать непосредственно к взысканию этой суммы с застройщика во внесудебном порядке. Действовать следует по схеме. Дольщик-приобретатель составляет претензию в письменном виде, ссылаясь на условия договора, на текст Федерального закона от 30 декабря 2004 года, номер 214 ФЗ и на статьи 309 и 310 ГК РФ. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с образцом претензии застройщику за просрочку сдачи квартиры. Дольщик прилагает к своей претензии расчеты суммы неустойки, ксерокопию договора, ксерокопию своего паспорта и документов, доказывающих, что квартира была оплачена. Принести претензию в офис застройщика, передать ее уполномоченному лицу, потребовать поставить дату и подпись с расшифровкой и штамп организации на экземпляре застройщика и дольщика в качестве подтверждения факта принятия документа. Можно направить претензию заказным письмом с описью вложения, при этом сохранив опись вложения и квитанцию об оплате почтового отправления в качестве доказательства отправки письма. Как взыскать неустойку по ДДУ с застройщика через суд? Если вопрос с получением неустойки и компенсации убытков застройщика не удалось решить в порядке досудебного урегулирования, дольщик имеет право подать иск в суд. Перейдите по ссылке, чтобы посмотреть образец искового заявления о взыскании неустойки и убытков состройщика по ДДУ. Совет. Прежде чем подавать иск в суд, изучите практику районного, городского суда общей юрисдикции по адресу ответчика, по месту жительства истца и по месту расположения новостройки, подать заявление можно в любой из них, но какой-то ИС. В них по аналогичным делам может присуждать значительно большие суммы. Разберемся, кто является истцом, а кто ответчиком по делу о взыскании неустойки после просрочки по договору долевого участия, истец-ответчик-дольщик, то есть тот, кто подписывал договор. Если таковых несколько, каждый должен выступить истцом. Исключительно застройщик. Если в договоре долевого участия фигурируют другие организации, нужно сверить данные с разрешением на строительство, иск обращается к компании, указанной в нем. Совет. Если дольщики не уверены в том, что смогут грамотно обосновать свои требования в суде, следует нанять представителя деньги, потраченные на его услуги, можно также взыскать застройщика как судебные расходы. В любом случае, ссылаться в подобном делопроизводстве следует на Федеральный закон от 7 февраля 1992 года номер 2301 о защите прав потребителей, на Федеральный закон от 30 декабря 2004 года номер 214 ФЗ и на положение ГК РФ и НК РФ в части исковых требований о взыскании. Убытков. Рассмотрение обстоятельств дела и вынесение решения по иску в судах первой инстанции занимает 2-3 месяца. Но в подобных случаях нередки апелляции. Читайте также статью «Компенсация за потерю времени в суде в 2020 году». Какие документы понадобятся, чтобы взыскать неустойку по ДДУ с застройщика? Помимо искового заявления, в суде придется иметь при себе следующие документы. Документ-комментарий ксерокопия договора долевого участия ДДУ, включая приложение к договору, если таковые имелись. Экземпляр претензий к застройщику вместе с подтверждением ее вручения, экземпляр с подписью уполномоченного лица о приеме документа с печатью, а также квитанцию об оплате почтового отправления и опись вложения, если претензия направлялась. По почте. Ксерокопии платежных документов, которые доказывали бы факт получения застройщикам денег от покупателя квартиры. Документы, свидетельствующие об убытках дольщика, понесенных из-за просрочки сдачи квартиры застройщикам ипотечный договор с условием выплаты процентов в повышенном размере до момента передачи квартиры в собственность договор. Об аренде временного жилья до момента вселения в новую квартиру и так далее. Ксерокопии документов, не имеющихся у застройщика для передачи вместе с исковым заявлением. Экспертное мнение. Юристы обращают внимание граждан, являющихся дольщиками по договору долевого участия, на то, что при нарушении застройщикам сроков сдачи квартир, с него можно потребовать не только выплаты неустойки, но и компенсации понесенных убытков. Упущенные выгоды. К примеру, можно взыскать с застройщика сумму, уплаченную покупателем квартиры за аренду временного жилья за то время, что ему пришлось ожидать окончания строительства. Можно также вернуть себе уплаченные повышенные проценты по ипотечному кредиту, если в договоре об оформлении займа сказано, что должник будет погашать кредит по высокой ставке до момента вступления в права собственника. Какие бы требования не предъявлялись к застройщику, придется доказывать факт несения дополнительных расходов путем предъявления соответствующих документов. В упомянутых выше случаях это будет договор об аренде жилья, ипотечный договор с банком и квитанция об оплате. Читайте также статью «Компенсация судебных расходов в 2020 году». Законодательные акты по теме Федеральный закон от 30 декабря 2004 года номер 214 ФЗ об участии в долевом строительстве о расчете неустойки за просрочку исполнения обязательств застройщика по ДДУСТ, 15 ВК РФ, о возможности взыскания с застройщика убытков, упущенной выгоды, типичной ошибки. Ошибка Дольщик подал в суд на застройщика и проиграл дело по причине отсутствия достаточной доказательной базы и по процессуальным причинам. Комментарий Дольщик не сможет повторно подать иск в суд, если проиграет дело по процессуальным причинам или из-за отсутствия каких-либо документов. Ошибка Дольщик ожидает выплаты ему неустойки застройщикам незамедлительно после вынесения решения судом в его пользу. Комментарий Решение суда в виде документа будет выдано сторонам дела через 10 дней после принятия судом решения. Застройщик также может обжаловать решение суда в течение 30 дней. Ответы на распространенные вопросы Вопрос номер один. Сколько времени дается застройщику на ответ на претензию по поводу просрочки по договору ДДУ? Как скоро после вручения ему претензии можно подавать иск в суд? Ответ Исковое заявление в суд можно подавать спустя 10 дней с момента. Вручение застройщику заявление или получение им заказного письма. Также можно обращаться в суд при отказе застройщика от выполнения требований дольщика. Вопрос номер два. Дольщики по ДДУ собираются подать исковое заявление с требованием о взыскании с застройщика неустойки за просрочку сдачи квартир. Дольщики, купившие квартиры в том же здании, хотят подать иск аналогичного содержания. Они хотели бы объединить их и наши исковые требования в одно дело производства. Следует ли так поступить? Ответ Объединять исковые требования в данном случае нежелательно. Если кто-либо из дольщиков не явится в суд, процесс рассмотрения дела затянется. Много истцов значит, высокая вероятность появления различных обстоятельств, увеличивающих время производства по делу. Вопрос номер три. Можно ли подать иск в суд на застройщика для взыскания более 1 миллиона рублей? Ответ Да, но в таком случае придется платить госпошлину. Чтобы избежать ее оплаты, подайте иск на сумме менее 1 миллиона рублей несколько раз за разные периоды. Один иск можно подать в суд по месту нахождения истца, а второй по месту нахождения ответчика. Также разрешается подать иск в взыскании 1 миллиона рублей, а затем сразу подать ходатайство об увеличении исковых требований и распределении пошлины на проигравшую сторону. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!